Вариантов преобразить свои ногти очень много, так же как и мастеров, способных преобразить в кавычках ваши руки. А вы на канале все о маникюре и с вами я, Татьяна Жильцова. Всем привет! На моем канале довольно редко такая рубрика «Работа другого мастера» либо «Преображение рук». Вот и в этот раз хорошая знакомая написала сообщение. «Выручай, пожалуйста!» У знакомой мастер сломала руку, а нужно срочно сделать маникюр. Отказать просто было невозможно. Согласитесь, многие бы так поступили. Но от увиденного я пришла немного в шок. Что же меня ждало? Длина превышала, ногти клевали вниз, скрученная ногтевая пластина и, к сожалению, очень сухая. Трещины в точках роста. Само покрытие напоминало налепленный пластилин. На многих покрытиях было в пару миллиметров. Да, я не спорю, плюшки тоже не нужно делать. Но и укрепление должно быть хоть какое-то. Маломайское все-таки соблюдение архитектуры вы должны соблюдать. При снятии старого материала вся прелесть открывалась постепенно. На момент снятия маникюра было полтора месяца. Это перенос и все-таки очень большая длина. На некоторых ногтях были видны черные точки. Это подногтевая гематома. Скопление крови под ногтем. В основном причина это травматическая. А в нашем случае это длинные ногти, переношенные и без малейшего укрепления. Но, к сожалению, это не все прелести, что открывались. На большом пальце у нас оказался мехализис. Я указала все проблемные места, которые у нас есть. Предложила выходы, варианты. Убрала длину с ее согласования. Но, к сожалению, тут я и заметила, что клиент сидит недовольный. И у нас зашел разговор о ее мастере. Я понимаю, что многие пишут в комментариях, вам бы только хаять других мастеров. Но, к сожалению, приходится показывать вот такие видео. Потому что эту работу выполнил мастер моего города и со стажем работы. Что очень даже немножко бомбит. А так, считайте как хотите. Права я или нет. Но, когда вы приходите к мастеру, то вы хотите получить от процедуры хороший красивый маникюр. А не испорченные ногти. Правда? Не буду. Не хочу сегодня рассказывать весь процесс выполнения маникюра. Я думаю, вы не обидитесь сегодня на меня. Обещаю. В следующий раз мы обязательно поговорим. И я расскажу еще раз всю технику правильного выполнения маникюра. А сегодня хочу рассказать, как же прошли эти полтора часа у нас с клиентом. Я не жаловаться, не критиковать. А просто рассказать историю. Девушка очень милая. Работает в общественном месте. И ее ручки всегда на виду. И когда мы обсуждали то, что у нее, к сожалению, на данный момент происходит с ногтями. И что они в очень плачевном состоянии. Я, конечно, умом понимаю, что и без хорошего маникюра и покрытия ей работать нельзя. Так как ее работа как раз связана с руками. Но вернусь к тому, что по согласованию клиентки я убрала максимально длину. Но через пару минут, подняв глаза, я увидела панику на ее лице. Как вы думаете? Почти со слезами на глазах девушка сказала, что они безумно короткие. Потому что она привыкла к длинным ногтям. Я понимаю, что мы должны прислушиваться к нашим клиентам. Но бывают моменты, когда на мои объяснения, что ногтевая пластина у нее уже не выдерживает. Что появился нахолизис гематомы. И я только поэтому предлагаю ей убрать длину. Но либо тогда пришлось бы делать выравнивание. Нужно было бы исправлять клюющие ногти. На это она тоже не согласна. И в моем тогда, в моей ситуации, мне проще ей убрать длину. Раз она отказывается исправлять полностью ногти. Ой, я увидела ужас в ее глазах. Она только говорила, мой мастер всегда оставляет мне длину. И ничего страшного в этом не видит. У меня другой вопрос. Куда смотрит этот мастер, когда работает с такими руками? Не знаю, правильно или неправильно я сейчас скажу. Но прежде всего ты мастер и должен не только выполнять хороший и красивый маникюр, но и заботиться о здоровье ногтей вашего клиента. От хорошего здоровья ногтей зависит и хороший маникюр. Права или нет. Но мой клиент был в ужасе. И на этом мы работали вместе полтора часа. Чуть ли не со слезами я видела эту панику. Вы не представляете, я уже пожалела, что вообще согласилась на эту работу. Но мне жалко видеть было эти ногти. Даже вот сейчас, если вы посмотрите, указательные. Там видно очень много гематом. Но клиент не хочет слушать и отказывается верить, что я убрала всю длину. В нашем разговоре она спросила, конечно, по поводу записи на следующий маникюр. Конечно, понимаю, что это для поддержания беседы, разговора и клиент не вернется. На мой ответ, что я буду рада вас видеть и вы можете записаться сразу, так как запись у меня за несколько месяцев вперед. Она с удивлением спросила, а разве я не могу позвонить и прийти тогда, когда мне удобно. К сожалению, в моей записи такого не может быть, потому что на данный момент у меня уже запись на июнь месяц. Я не могу сделать так, что я всех подвину и возьму. Но, конечно, я тут все и поняла. Ее мастеру можно позвонить и прийти в любое удобное вам время. Вопрос. А что мастер все это время делает? Или она всех сразу убирает и берет только ее? Не знаю. Вот тут я вообще не знаю ни о чем это не говорит. Если задуматься, да простят меня мастера, значит мастер не востребует и клиентские базы, возможно, у нее нет. Ладно, что-то я не в ту тему забрела. Я извиняюсь, просто настолько бомбит, когда такие мастера есть в твоем городе. Сегодня я не буду вас радовать дизайнами, так как девушка любит лаконично и просто. Вот на голубой и немножко серебра делает ручки аккуратными. Я вам предлагаю досмотреть это видео до конца. Я вас не буду больше мучить своей болтовнёй. Поделилась своими эмоциями. Вам решать, права я или нет. Жаловалась, капризничала я. Но могу сказать одно. За 6 лет своей работы впервые в жизни, скажем так, я обидела клиента. Хотя, как обидела. Но я ее расстроила. Она ушла почти со слезами на глазах. Ей не понравился маникюр. Ей не понравилась моя работа. Но, вы знаете, я довольна. А вот теперь остановите видео. И напишите, пожалуйста, комментарий. Как вам разница в маникюре? Вы бы выбрали те орлиные ногти, которые похожи на пластилин. Или все-таки вы выберете лаконично, красиво и аккуратно выполненную работу? Может быть, я действительно не права. Может быть, надо было оставить эти клювики. И налепить такое же безобразие. И пусть она пойдет счастливая и довольная. Все. Ой, это мои эмоции. Пишите. Я буду рада увидеть ваш отзыв, ваши комментарии. Так я буду понимать, что вам интересен мой контент. А мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно было интересным и полезным. А я с вами не прощаюсь. Я говорю вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok